Привет всем, с вами Резмитрий Ророшенко. Сегодня поговорим о приказе Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 5 апреля 2022 года, номер 199-Н. Сам приказ официально, он зарегистрирован и опубликован 13 мая 2022 года. Соответственно, вступает в силу у нас 23 мая 2022 года. Этот приказ касается перечня профессий, специальностей, должностей, на основании которых иностранные граждане и лица без гражданства имеют право оформлять вид на жительство в соответствии с подпунктом 10, в упрощенном порядке, минуя РВП и гражданство по списку профессий. Это подпункт И статьи 14 закона о гражданстве Российской Федерации. То есть, у нас есть фактически два таких основания. Многие пользуются и оформляют вид на жительство. Значит, там у нас срок 6 месяцев официальной трудовой деятельности с отчислением и подтвержденной справкой 6 СЗИ. То есть, это индивидуальный лицевой счет, на основании которого подтверждается, что вы официально отработали и были отчисления в пенсионный фонд. Также там трудовой договор, выписка из электронной книги или бумажный носитель, приказ по приеме вас на работу по конкретной профессии. Напомню, что сейчас, вот до 23 мая, у нас действует приказ 734, тоже Минтруда. Он 2019 года, там, значит, 135 профессий. В этом приказе Минтруда 199Н 173 профессии. То есть, приказ расширен в пользу, соответственно, дополнительных профессий, специальностей. Тем самым дают возможность иностранным гражданам, ну, варианты, да, скажем, тех, у кого не было возможности оформить по действующему списку, возможно, что ваша профессия появилась именно в этом приказе. Соответственно, приказ утвержден, вступает в силу, еще раз повторю, 23 мая. До этого действует прежний 734, то есть, 23 мая будет действовать этот новый приказ. Сам приказ, ссылка на него и фотографирование данного приказа будет размещено в Телеграм-канале, поэтому подключайтесь. Можете посмотреть визуально, то есть, по фотографиям, либо перейти по ссылке и посмотреть вашу профессию. Еще раз подчеркну, что данный приказ дает возможность оформить ВНЖ, если вы 6 месяцев отработали конкретно по данной профессии, например, вот врач-детский онколог или врач-детский хирург. То есть, если вы 6 месяцев отработали по данной профессии, специальности, медучреждение провело все отчисления в пенсионный фонд, будет выписка 6 изы, где подтвердится данный стаж. У вас трудовой договор, выписка с приказа, соответственно, электронная трудовая книга, подтвердить, что да, действительно, это запись, вы работаете по настоящее время, имеете право, минуя РВП, подать на ВНЖ в упрощенном порядке. Срок рассмотрения ВНЖ 4 месяца. Либо, если у вас есть вид на жительство, вы отработали 1 год, например, опять же, врач-кардиолог по данной специалии, врач-невролог, то врач-офтальмолог, то, соответственно, год при наличии вид на жительство, официальное отчисление справкой 6 из Пенсионного фонда, клиентский отдел МФЦ обращаетесь, получаете данную справку и дает основания для оформления гражданства на текущий момент. Это упрощенный порядок, то есть наличие ВНЖ, сроков проживания здесь нет, именно срок официальной работы по данной профессии 1 год на момент подачи на гражданство. И рассмотрение гражданства в упрощенном порядке составляет от 3 месяцев. Обращаю внимание, что возможность оформления вид на жительство сохраняется на текущий момент, а вот новый проект гражданства, закон о гражданстве, исключает именно оформление по списку профессий. Поэтому, если к концу года, например, его примут, он вступит в силу, то варианта при наличии ВНЖ подать на гражданство оформить уже такового может и не быть. Так что следите за изменениями, но на текущий момент возможность оформлять вид на жительство по данному списку профессий 6 месяцев, или оформлять ВНЖ плюс подача на гражданство при наличии года стажа по конкретной профессии, она реализуется, она существует и пока законом не отменена. Так что пользуйтесь, попробуйте посмотреть варианты и подать на ВНЖ или уже на гражданство. Что с этим приказом? Значит, здесь конкретно идёт градация по специальностям. Вот смотрите, медицинские работники, должность специальность высшим образованием. И мы видим здесь 47 специальностей. Например, вот врач-стоматолог, врач-терапевт. Но имейте в виду, что вот как здесь указано, также должно быть у вас в трудовом договоре, в выписках, в приказе о приёме на работу. Это обязательное условие. Если у вас там врач-терапевт и что-то ещё, то, соответственно, этот вариант не пойдёт. Вот врач-терапевт-участковый должно быть чётко, как здесь указано. Тогда есть шансы подать на вид на жительство. То есть, главное легальное здесь пребывание. Я знаю, что пользуется, распространено данный вариант среди граждан, например, Кыргызстана. Потому что из стран ЕС, так как сейчас, например, граждан Казахстана, Белоруссии, у граждан Казахстана есть возможность оформления РВП без квоты, у граждан Белоруссии ВНЖ. И вот среди граждан Армении. То есть, граждане Кыргызстана и Армении, многие пользуются вариантом оформления ВНЖ по профессии, минуя РВП. Дальше мы видим списки профессий по среднеспециальным образованиям, фармацевтические работники. То есть, видим мы градацию, педагогические работники. То есть, вы можете найти сферу своей деятельности в данном приказе, ознакомиться, найти профессию, посмотреть, соответствует она или нет. Если какая-то есть разница в вашей профессии, то можно переговорить с работодателем, чтобы он внес изменения в ваш трудовой договор, в штатное расписание и, соответственно, прописал именно так должность, как указано здесь. Если вы хотите подавать на ВНЖ или на гражданство. Потому что, если список будет разниться, соответственно, со списком вашей должности, то документы у вас не примут. Или если, например, стаж не будет соответствовать, не будет подтверждено отчисление. Вот это обязательное условие. Видите, да, здесь, соответственно, у нас указаны списки данных профессий. Вот 14, значит, категорий по профессиям. Вы с ними можете ознакомиться. Еще раз подчеркну, что их достаточно много, 173. То есть, на текущий момент 135, 23 мая будет 173 профессии, по которым можно будет подать либо на ВНЖ или на гражданство. Главное – это стаж, подтверждение отчислений и чтобы ваша профессия была, как указано в этом списке. Это обязательное условие. Подчеркну, что ссылка на данный приказ будет в описании, в прикрепленном комментарии. А также вы можете ознакомиться с данным приказом, в том числе фото данного приказа в телеграм-канале. Подписывайтесь, подключайтесь, все новости и изменения будут там. Подчеркну, что данный приказ 199 вступает в силу 23 мая. И с 23 мая можно пользоваться и, соответственно, подавать на ВНЖ и на гражданство. Спасибо, что посмотрели данный обзор. Всего доброго. До связи с вами. Спасибо. Спасибо.